Друзья, всем привет! С вами канал Графин и я Владимир. На улице холодно, идет дождь вместо снега. Зима сегодня в этом году вернее теплая, поэтому я сразу вступление записываю в студии. Вы обратили внимание, что в прошлом ролике у меня появилась новая картина. Впрочем, про нее я вам чуть позже расскажу. А сегодня мы здесь собрались совсем по другому поводу, потому что сегодня мы с вами продегустируем напиток. Очередной напиток и будет этот напиток коньяк. Один из моих подписчиков просто вынес мне мозг. Продегустируйте Кеннисберг 7-летний. Скажу честно, я его столько искал, нигде не мог найти, прочитал, оказывается, что это ограниченный релиз 7-летний. Но 6-летний я приобрел. То есть здесь теперь ты не имеешь 6 лет и у нас сегодня с вами в гостях 6-летний Кеннисберг. Вот такая бутылочка. Произведена она в городе Калининградской области, город Черняховск. Здесь в ней спирты из Франции, как они позиционируют французские спирты коньячные, которые полгода они еще выдерживают в своих подвалах. Правда, нигде непонятно, что это за подвалы. Здесь компания-производитель, значит, виноконьячный завод Альянс 1892. Не знаю, почему такая цифра, хотя фирма основана, по-моему, в 1995 или 1991 году. То есть довольно-таки молодая компания. Но сам коньяк взаивал довольно-таки такую популярность на полках наших магазинов. Он часто где встречается и мозолит мне глаза. И я скажу честно, я к нему относился так, знаете, вот много коньяков, которые я еще не пробовал из серии дешевых, и этот коньяк и не пробовал. Но после того, как все-таки мне вынесли мозг, один из моих подписчиков, и не только он, как бы многие, я все-таки решил его поехать и купить. Еще раз повторюсь, семилетний я не нашел. В Воронеже приобрел вот этот, потому что везде стоит трех-, четырехлетний, пятилетний. А этот коньяк выдержанный, спирты не менее шести лет. Одним словом, сегодня у нас в гостях, давайте мы его с вами и попробуем. Я его сразу хочу открыть. Здесь, значит, ну, я показал такая бутылочка, приличная коньячная бутылочка. Здесь термоусадочный колпачок фольгинированный. Мы его с вами открываем. Вот так. О, пробочка брендирована. Смотрите, какая красивая. В принципе, как бы внешний вид открылся тихо. То есть, ну, не совсем, но тем не менее. Пробочка коньячная. Обратите внимание. То есть, как бы все, все, как бы все красиво. Нальем вот такую дегустационную дозу. А здесь спирты не меньше шести лет, как я сказал, плюс полгода они еще выдерживают. Хотя не меньше шести лет здесь могут быть и десятилетние спирты. Знаете, как это принято добавлять немножечко так, чтобы усилить вкус, аромат и так далее выдержанных спиртов. Но в любом случае, 10 минут мы дадим ему постоять. А через 10 минут мы с вами встретимся. И, кстати, я вам расскажу про эту картину. Что ж, друзья, прошло уже 10 минут. В принципе, на первый нос я попробовал. Он довольно-таки спиртуозный, хотя аромат становится лучше и лучше. Но давайте дадим ему еще буквально минутку, а я вам расскажу про эту картину. Я не знаю, вы что-нибудь там видите или не видите. Я думаю, что кто-то что-то там сейчас может начать замечать. Но я вам могу сказать, что от полноты налитого стакана вы больше и больше будете там видеть. Как помните в том анекдоте? Это не наша собака полетела, а чужая. Ну, коротко, в двух словах. У меня есть два замечательных друга, народные художники России. Это Иван Ворон и Анатолий Сергеенко, чьи работы у меня в коллекции представлены. Это и холст масла, это и акварели, это и графика. Замечательные талантливые художники. И я жил в другом регионе, была квартира, и после ремонта я там развесил их работы. И в одном месте в коридоре был такой пустой простенок, и я не знал, чем его запомнить. Я пришел к Ивану Ворону в мастерскую, и говорю, Ваня, мне нужна картина. И вот, грубо говоря, родилась вот эта вот работа, которая сзади меня. Это просто абстракция, я вам так скажу. Там нет ничего. Но теперь забежим немножко вперед, как работает наша фантазия. Я уже здесь, работая, так сказать, в одной компании, у меня была одна из заведующих, Любовь Николаевна. Любовь Николаевна, ему пламенный привет. И как-то я пригласил ее в гости. Все приходят в гости, рассматривают картины. Она в том числе и тоже, когда на это остановились, и... Ну, говорит, не пойму, что здесь. Я говорю, сейчас разберемся. А мы... У нас была такая дружеская вечеринка с алкоголем в том числе. И мы сели и начали выпивать. Сели за стол, возле стола я ее снял, поставил прямо на пол перед собой. И мы сидели, пили. Первая рюмка, вторая, третья. Ну, я не знаю, после четвертой, пятой или седьмой, она сказала, вижу. Вижу, там собаки полетели, да, образно говоря. Поэтому и так, друзья мои, если вы сейчас сидите по ту сторону экрана, тоже с какими-то бокальчиками, я думаю, что по мере употребления вы что-то там начнете замечать. Вот, собственно говоря, и вся такая интересная история. Вот для чего нужны картины, абстракции. Это развивает наше мышление, наше, так сказать, восприятие. Ну, и одним словом, мы по настроению видим там все, что мы хотим. Вернемся к нашему испытуемому. Каньяк Кеннезберг, как я сказал. Производство в Калининграде. Старый Кеннезберг – это старое название города Калининграда. Кто еще не знает, родина Канта. Бывший немецкий город. Вот, кстати, мой папа, Царство Небесное, был участником боев за Кеннезберг. У него медаль даже была. Ну, была, почему есть, вон-то как бы расстались за Кеннезберг. Он, кстати, кавалер еще Ордена и Славы в том числе. То есть прошел еще тот путь, был контужен именно как раз под Кеннезбергом. Но мы не об этом, мы просто о памяти или о том, что как бы город увековечен, в том числе и в коньяке. Итак, давайте смотрим, что он из себя представляет. Цвет здесь, конечно, красивый, но в составе есть краситель, поэтому, собственно говоря, цвет для нас это вторично в данный момент. Но я проверяю на прозрачность. Довольно-таки скристый, прозрачный. Такой цвет спелого янтаря, он довольно-таки светлый. Ну, даже не спелого янтаря, а такого молодого янтаря, вернее. Ножки здесь тянутся. Одним словом, вид аппетитный и интересный. Первый нос был очень спиртуозен. Но вот постоял, я чувствую, как где-то все уходит. Да, действительно, спиртуозность ушла, и начал появляться аромат. Потому что изначально я понюхал, здесь кроме спирта и дуба не было ничего. Вот, кстати, опять же, друзья, вернемся к тому, что любому напитку, выдержанному, если он там три, даже пятилетний коньяк, или там виски, тем более, даже бленды виски, которые там свыше трех лет всего лишь немного. Кстати, у меня там стоят новые, я привез, но не об этом сейчас, да. У нас выдержанные ждут очереди. Поэтому надо им дать шансы. Я всегда говорю, дайте, налейте, и даже если у вас первое восприятие будет отрицательное, дайте ему подышать, дайте ему постоять, дайте ему раскрыться. И вы поймете, насколько это меняет напиток. Итак, поехали. Да, появился аромат, ушла вот эта спиртуозность. Вообще спиртуозность ушла. Здесь, кстати, 40% алкоголя, я не сказал, 40% алкоголя. Да, спиртуозность ушла, и появилась сразу ванилька первая, немножко такие дубовые нотки. Была сильная такая дубовость, но она ушла. Ванилька легкая дубовая, даже не столько деревянные ноты, переходящие в орех. Ореховая составляющая, не очень сложный аромат, сразу могу сказать. Скажем, для французских спиртов. Ну, сладкие ноты, сухофрукты есть. Есть сухофрукты, но от армянских отличается. Здесь сухофруктов мало. Легкий-таки цветочный аромат. Сладостей нет, но такая вот ванилька. Ванилька, орех с дубом, с таким. Немножко сухофруктов. Да, есть еще, наверное, чуть-чуть виноградный такой тон. Ну, и не больше того. Неплохой, неотталкивающий, нормальный такой, знаете, за эти деньги. А стоит он порядка... Я, кстати, еще и по акции взял. И чтобы не соврать, по-моему, что-то 500 с чем-то. Хотя так цена, по-моему, в магазине порядка 700 рублей. Как бы за такой выдержанный коньяк 700 рублей. Ну, это хорошая цена вообще на самом деле. Да, аромат все больше и больше раскрывается. Ну, давайте я не буду затягивать ролик, друзья. Небольшой глоток за... Давайте, в первую очередь, за всех жителей, кто меня смотрит с Калининградской области. И, ну, за всех вас, мои друзья. Небольшой глоточек испытуемого. Легкая спиртозность во вкусе. Блин, они мои салфетки. Ладно. Легкая спиртозность во вкусе. Проходит, впрочем. Мягкая посовкусие. Хотя остается вот эта немножко... Такая дубовость немножко. Знаете, вот... Мягкость прошла и остался во вкус... У меня во вкусе такой... Не знаю, вкус дуба. Такое ощущение... Вот, кстати, они позиционируют, что они привозят французские спирты, и еще полгода их выдерживают у себя в подвалах. В каких подвалах, я не знаю. Может, в Черняховске есть огромные подвалы. Я про это не знаю, нигде как бы не написано. Но в каких бочках, кстати, не пишут. Такое ощущение, что они взяли эти спирты, выдержали в молодых бочках, потому что... Ну, я как самогонщик и сам, как выдерживаю свои напитки в бочках, есть понятие поймал плинтус. Вот здесь немножко есть такой вкус плинтусовки, дерево, которое все забивает. Где-то вот там остается чуть-чуть ванильки, чуть-чуть цветочковых сухофруктиков где-то там. Но у меня во рту сейчас стоит деревяшка. Она, конечно, не такая притерная, как хотелось бы, но, знаете, хочется как-то все-таки коньяк, хочется помягче. Давайте сделаем еще один глоток, друзья, за вас. Ну, во втором глотке побольше сухофруктов. Ой, сладкая составляющая такая прошла. Пусть в вкусе такой долго, в принципе, держится. Но вот эта дубовая нотка, да, во втором глотке она поменьше, но все равно во рту вот остается. То есть, если так говорить, то, знаете, ну вот, немножко не то. Не хватает ему чуть-чуть, или может быть мягкости, как сказать. Спиртозности, кстати, нет совсем. Спиртозности прошла, то есть она вообще выдохся и очень, как бы, так хорошо. Довольно-таки мягкий, довольно-таки вот этот послевкусие есть неплохой, но дубовость вот это забивает. Его то ли переезжали в новых бочках, повторюсь, то ли как-то, я не знаю, или это молодые спирты такие, не знаю. Ну, есть коньячный вкус, неплохой коньяк, я бы сказал бы. Ну, так побухать, знаете, покайфовать, чтобы посидеть. Посидеть и порассуждать об искусстве, да, посмотреть на картины и поймать здесь собак, крокодилов или там влюбленную парочку, то, знаете, как бы, ну, этот коньяк там не подойдет. Так, как помните, у нас родился термин «бухич». Да, дубухич, он даже, я бы сказал, неплохой. Или, или, как меня просят ставить мои оценки, да, ну, если по пятибалльной шкале я ему поставлю троечку, по десятибалльной шкале я поставлю шестерочку, наверное, скажем так, шесть плюсом, так, шесть-семь. Потому что он довольно-таки неплох, неплох, но хотелось бы, я от него ожидал большего, судя по тому, как вы меня просили и продегустировали. Поэтому, друзья мои, я для вас его попробовал, свое мнение высказал, согласны вы с ним или не согласны, я не знаю. Если мне попадется семилетний, я скоро, кстати, уеду в Москву, там буду целую неделю, может быть, там еще его найду, если семилетний найду, я его продегустирую. Ну, шестилеточка, ну, по акции за 500 рублей имеет право на жизнь. Друзья мои, не буду больше тянуть, хорошие напитки в ваши дома и хорошего вам здоровья, настроения, счастья, любви и всего самого наилучшего за вас. Вы знаете, о чем я думаю? Надо его столкнуть лбом. Чтобы быть более объективным, я поищу еще какой-нибудь шестилетний, ну, чтобы будет спиртой не меньше шести лет, я обязательно столкнул лбом. В ближайшее время я думаю, что я что-нибудь и найду. Так что мы дадим ему еще один шанс.